О да, отлично, рапорт себе нашел. Я пытался максимально найти не мяту футболку в своем гардеробе, и надеюсь, у меня это получилось. Все вы наверняка видели подобное видео. Забудьте последнее видео. И сейчас я хочу проверить все эти препятствия на своем коте. Мне действительно интересно, что и как он будет вообще реагировать на них. Надеюсь, он у меня не умный и будет тупить. Нужно все-таки контент делать. Ну что, ты готов? Мои носки жрет, провода. Может, меня уже заглотишь? Что уж тут терять-то? Какая же у него прекрасная жизнь, да, Оливер? Пишешь, жрешь, срешь. Очень много, кстати, срет. И первое препятствие, это будет пищевая пленка. Я ее обмотаю на бутылке, либо же к двери как-то прикреплю. В общем-то, как-то-то сделаю. И посмотрим, как же Оливер будет это перепрыгивать, либо что-то еще делать хз. Че ты уже такой бешеный? Мы еще даже не начали, а ты уже такой бешеный. Ты нигде не стал здесь, а то так воняет. Оливер уже заинтересован этими бутылочками и этой пленкой. Фиг знает, что он уже чувствует, но смотрите, он подходит как минимум к ней. Берем две бутылки, наворачиваем пленку. Мне кажется, что он с легкостью это перепрыгнет, потому что он так прыгает теперь у меня, что ж меня может достать. Мы намотали. Давайте поставим камни двери. Это очень смешно смотрится. Оливер, иди ко мне. Иди ко мне. Умный же кот или нет? Интересно. Оливер, ко мне, ко мне. Че еще происходит? Так, нет, это что за читерство? Давай перепрыгивай, ленивая задница. Оливер, ко мне. Ко мне, ко мне. Нормально. Оливер, нельзя. Ко мне. Так, че-то он делает. Да он жрет. Вот весь в хозяина. Нет, прыгай давай, ленивая задница. Это его триггер. Что же сделает? Нормально он уселся. Ученичек, ты офигел? А прыгать-то кто будет? Короче, если бы Оливер сдавал нормативу по физре, он бы точно его не сдал. Просто посмотрите на эту ленивую задницу. Даже не может пролезть. Там, я не знаю. Прыгнуть хоть как-нибудь, постараться. Он жрет, понимаете, жрет. Я знаю, что нужно сделать. Оливер, а так? Кушать? Моментально. Ты офигел, блин. Ну, реально, как хозяин. Че могу поделать? Еда делает свое дело. Ну, ты, конечно, жердяй, Оливер. Не могу с тебя. Сказал Ян. И следующее у нас препятствие. Это будет фольга. Вот тут будет пипец, как мне интересно. Потому что я много, что я видел, видел, где, когда коты шли по фольге, они просто отпрыгивали, либо вообще не могли зайти на территорию фольги. Ну, в общем-то, давайте проверим. Слышь, задница, сейчас тебе постелю фольгу, только попробуй мне по ней походить, не попрыгать и не поплясать. Без еды останешься. Понял? Он ее боится. Это и хорошо. Ну что ж, вот так со стороны у нас это выглядит. Подопытный. Оливер, ко мне. Ко мне. Нюхай что-то. Иди, не ссы. Ну, долго ждать. Опять уселся. Ну что это такое? Не заходит. Ватафак. А ну. Пошел. Пошел, кот. Офигеть, офигеть. Что? 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 Дальше что будешь делать? Ну, плесни, хоть, я не знаю. Подпрыгни. Ну, для контентика постарайся, Оливер. Такая, конечно, тетка. Все для контента. Ну, попрыгай. Ладно, он ходит просто идеально по этой фольге. Будто бы всю жизнь ходит по фольге. Я не понимаю, что за странные коты у тех ребят было, кто снимал такие видео. Где все прыгали, там, я не знаю, проходили как-то идеально. Либо у меня странный кот, либо у них. Он вообще решил полежать на этой фольге. Что? Привет. И да, это мой кот. Оливер, are you ok вообще? Извините. Извините. Пока у кота придышка такая вот. Он пьет водичку. И я вам расскажу, что следующее у нас препятствие. Это будет много разных штук, которые будут стоять в шахматном порядке. И посмотрим, пройдет ли Оливер те эти штуки, которые будут лежать на полу. Как-то мне уже мало верится, что что-то будет удивительное. Но давайте попробуем. Дерем. Так, не трогать. Все хорошо. Я люблю эту жизнь. Я люблю своего кота. И следующее задание для Оливера. Это обойти вот это вот все. Чтобы получить свой заветный корм. Оливер. Кс-кс-кс. Ха-ха-ха. Что-то он пока в недоумении. Странно, что ради еды даже не идет. А ну. Оливер, кушать? Кушать. Ха-ха. Идеально прошел. What the fuck? А, нет, он еще не дошел. Кушать. Кушать, Оливер. Кушать. Так, понятно. С тобой неинтересно видео снимать. Жопа ты такая. Ты слишком умная для этого видео. Хотя тебе даже годика нет. What the fuck, Оливер. Спасибо, что поцеловал камеру. Это он вас поцеловал, ребята. Поэтому ставьте палец вверх. Ха-ха-ха. Ладно. Последнее препятствие, которое я ему дам, оно будет состоять из вот этих вот мешков для моей задницы, на которой я сижу и смотрю фильмы. Я их положу так же, одну на другую. Ну да, ломай, круши. Мы же богатые. Конечно, давай, Оливер, давай. Положу это все у двери, чтобы это вот так было. И посмотрим, перепрыгнет он это, обойдет ли он это как-то. Наверное, 100% обойдет. Ради еды уж тем более. Смотрите, возле еды возится. Хочется открыть упаковочку, но... Ручонок-то нету таких вот, у таких вот нету. Не думайте, что я издеваюсь над котом просто. Ну, это же правда. У него лапки. Одну сюда. Кстати, тоже с котятами. Только здесь милее коты, Оливер. Здесь милее. Да-да. Вот иди, иди. Иди, нюхай. Нюхай, бэбро. Дим. Высоко получается. Он там вот такой вот маленький пиздюк. А препятствия-то уже повыше будет. Ты готов? Офигеть. Если я так не смогу прыгнуть, то как? Вот это вот чудо вперед может так прыгнуть. А, Оливер? Сможешь? Нет, конечно. Я знаю, что ты жирный. И не сможешь. Он стоит тут. Давайте смотреть и наблюдать. Блин, там щель есть. Надеюсь, он не такой умный, что пройдет туда. Оливер. Оливер. О, блин. Ну, давай уже иди сюда. Понятно. Он так не идет. Его нужно промотивировать, простимулировать. Поэтому я сейчас возьму еду и покажу ему. И скажу. Кушать. Кушать, Оливер. Кушать. А, сразу? А теперь без этой щели. Посмотрим, как ты прыгнешь. Вот ты же рабачил. Посмотрите на это лицо. Жир. Вот за еду так сразу. И прыгнуть. И сплясать тебе я. Все, вроде щели нигде нет. Кушать. Оливер. Кушать. А, что за кот такой? Везде найдет выходы, входы. Кушать. Чан-си-ок-кан. Да ептель-моптель. Что это за фокусы такие? Я не знаю, как еще с этим котом быть. Я думал, он сейчас, как Супермен такой, пролетит и за едой подлетит, как говорится. Ладно, давайте я закрою эти щели, чтобы хоть как-то показать, что у меня кот не просто умный, но еще и может прыгать, бегать и плясать. Так, все. А, фак. Ты офигела там, жопа жирная. Все, вроде норм. Кушать. Нет. Прыгай давай. Покажи, на что ты способен. Кушать. Ёптель-моптель. Этого кота не победить. Он даже эту херню, блин, сломал. А, кот-то слишком умный для меня и для вообще всего в этой жизни. Что ж, ребята, вы убедились, что мой кот слишком умный. И он все сделал, чтобы только не делать классный контент для видео. Ну, а, надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, то ставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал, пишите свои комментарии. Я все читаю и иногда отвечаю. Бешенство произошло сейчас. Ну, а также, если вы хотите больше видео с Оливером, то пишите, какие вы бы хотели видео в комментариях. Я все читаю. А с вами был Крабочно Ян Рейзен. Увидимся в следующем видео. Пока. Ну, что, жрать или срать? Я не знаю, что с ним произошло. Он стал каким-то невменяемым. Смотрите. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok